Как всегда, с молитвой в сердце и на устах мы продолжаем изучение книг пророков, тема очень трудной. Здесь действительно, как мы с вами знаем, нужна помощь свыше. И мы с вами остановились на проблеме, почему Давиду не было разрешено построить храм. Это совершенно неожиданно, как мы с вами видели в седьмой главе. Для него было естественно, после всех его побед, после укрепления Рушалави было начать строить храм. И вот, как гром среди ясного неба, Натан передает Давиду слова Всевышнего «Ты ли мне построишь дом?». Мы с вами говорили о причинах, почему Давиду не было разрешено построить храм. Из продолжения главы мы видим, что у Давида нету никакой вины. Его Всевышний не обвиняет ни в чем. Много ли он воевал, мало ли он воевал, пролил ли он много крови. Мы об этом говорили, сейчас немножко еще этот момент затронем. Нет ничего о пролитии крови, о том, что Давид пролил много крови. Он говорит шломо в конце жизни. До этого он этот момент никому не раскрывал. И, в общем-то, и Натан не сказал ему. Поэтому мы можем с вами предположить, что эти слова, пролил ты много крови, они не были сказаны Всевышним. Это Давид что-то понял для себя и передал шломо причину, по которой ему было запрещено построить храм свыше Всевышним. И передал эту причину так, как он ее понимает. Но это не буквально слова Всевышнего, потому что продал много крови. И, тем не менее, с этим тоже надо соотнестись. В чем причина, забегая вперед, можно сказать, что причина в том, что народ не готов построить храм. И тем более такой храм, который может построить Давид, который сразу, моментально, как бы притянет божественное присутствие и раскроет его во всей земле Израиля для всего народа Израиля. Давайте мы с вами посмотрим, как Медрашим говорят о причинах, по которым Давиду не было дано построить храм. Я открываю то, что нам с вами нужно. То, что нам с вами нужно, я открываю. Прежде всего, наверное, ответ на вопрос уважаемого тела. Это графея, который напомнил нам, что есть Медраш, на самом деле, это Псих Тарабати, который говорит о том, что Давиду не было построено, было построено храм, потому что в годы голода он не раздал те средства, которые были накоплены для храма. И мы с вами увидим сейчас, что это не совсем так. Я постарался отреагировать сразу, что голод был в конце жизни Давида, а повеление или запрет построить храм, прозвучавший от Натана, это гораздо-гораздо раньше. И вот мы с вами видим, что нам пишет Псих Тарабати. Была завершена вся работа, которую делал царь Шламо в доме Бога. И внес Шламо, посвященное Давидом, отцом его, серебро и золото, и сосуды, и поместил в сокровищницы дома Бога. Это мы с вами забежали немножко вперед в книгу Малахим Алиф, в ее седьмую главу, и там говорится, что Шламо завершил все работы, и вот неожиданно серебро и золото, и сосуды поместил в сокровищницу дома Бога. Что за сосуды и за золото написано, посвященное Давиду. То есть все, что собрал Давид, все это не пошло на строительство храма. Дело в том, что голод был причиной запрета, голод и реакция Давида, нежелание его потратить деньги, было причиной запрета строить храм. Нет, это было причиной того, что деньги, которые собрал Давид, золото, серебро, драгоценности, не были использованы Шламо для строительства храма. В этом, скажем, упрек Давида, и в этом результат, если так можно предположить, его ошибки. Интересно то, что Медраж двояка относится к этому событию. То есть есть одно мнение и с другой мнение, взгляд с одной стороны и с другой стороны. Давид хотел построить храм, как мы читаем с вами, Псих Тарабати. Есть те, кто видит в этом стихе достоинство Давида. То есть достоинство, которое проявилось в том, что Шламо не стал пользоваться его деньгами. Почему? Сказал Давид. Давид в какой-то момент своей жизни, когда уже были его множество побег, когда было собрано множество драгоценностей, он сказал, сказал Давид Владыка мира, вижу я пророчественной силой, то есть пророческим даром, что храм в будущем будет разрушен. И все, что я посвятил из храмов и долопоклонников, ведь он же собирал все золото на воинах, и все, что он привозил в качестве трофея, все он это посвящал в храм. Как мы знаем, нельзя пользоваться самим идолом, но можно пользоваться теми драгоценностями, которые в храмах и долопоклонников, как украшения. Всем этим можно воспользоваться. То есть всей атрибутикой, которая не имеет непосредственного отношения к идолу, всем этим можно воспользоваться. Это не сделал Давид. Он собирал из храмов, приносил и клал в сокровихницу, предназначенную для строительства храма в Иерушалахе. Что же думал себе Давид? И он сказал, Давид, в продолжение, здесь все, что я посвятил из храмов и долопоклонников, которые я разрушил, только чтобы народы мира не говорили. Я собрал, вот я теперь боюсь, если храм будет разрушен, народы мира будут говорить так. Что же думал себе Давид, когда разрушал наши храмы, чтобы построить дом Богу? Вот, встрепенулись наши боги и отомстили за все. То есть он боялся оскорения Всевышнего, боялся, что и долопоклонники скажут, что в конце концов их боги сильнее, они все помнят, они мстительные, и в определенный момент они нанесли удар под царство Израиля для того, чтобы разрушить храм и для того, чтобы вернуть все те богатства, которые были посвящены когда-то им. Естественно, что такая реакция двух поклонников – это осквернение имени Всевышнего. Мало того, что само по себе разрушение храма осквернение имени Всевышнего, Давид боялся, что скажут, что их божество сильнее, и они вернули себе награбленное. Поэтому молился Давид, чтобы Шламо не пришлось воспользоваться всем этим. Он просил Всевышнего, чтобы у Шламо нашлось и золото, и все необходимые материалы, помимо того, что он накопил. Как мы знаем, Шламо забыл, собрал все драгоценности, не в войнах, а собрал их благодаря торговле. И золото привозил им из страны Афир на кораблях. И эта проблема, она снялась. И мы видим, что она снялась по молитве Давида. Он сказал, что это только в самом крайнем случае. Если что-то, Шламо не хватит. Я бы не хотел, чтобы все это накоплено использовалось для строительства дома. И в этом не видится никакой проблемы Давида. Подчеркивается его достоинство, его мысль о том, чтобы не было осквернения имени Всевышнего. Но есть другая сторона в этом Миндраши. Есть те, кто видит в этом недостаток. Во время голода, который был три года, в распоряжении Давида было несколько сокровищных, серебра и зонта, которые он приготовил для храма. И должен был он потратить их, чтобы прокормить людей. Но не сделал этого. Поэтому сказал Всевышний, клянусь тебе, не потребуется Шламо, из этого ничего. То есть мы в любом случае видим, что это не проблема, которая выросла, встала и помешала Давиду построить храм. Это проблема другого порядка, что те драгоценности, которые он накопил, не были использованы. Но и, как всегда, мы можем представить себе, что если Миндраш подчеркивает две стороны, то мы можем сказать, да, конечно, есть проблема спасения человеческих жизней. И когда народ голодает, то необходимо потратить и то, что посвящено в храм, и то, что не может быть потрачено ни для каких целей, ни для строительства городов, ни для проглавки дорог, ни для каких мушт государственных, не может быть потрачено. Все, что посвящено в храм, считается святым, эгберс, святое. Но если люди голодают, надо было бы потратить. И тут мы понимаем, что здесь есть сомнения. Так ли они голодали, чтобы это нужно было потратить. Не так ли они голодали? Может быть, не было настоящего повода, может быть, не было такой необходимости спасать. Может быть, они просто объединили. И поэтому есть другая сторона, два взгляда на вещи, что Давид сам просил, чтобы его богатства не были использованы. Но вот такая картина перед нами. В любом случае, это не та проблема, которая не позволила Давиду построить храм, из-за которой невеса запретили построить Давиду храм. Вот тогда по случаю у нас есть еще несколько медрошин, которые мы можем вспомнить для того, чтобы, может быть, глубже или шире осветить эту проблему запрета Давиду построить храм. Давид хотел построить храм, и был он назван его именем. Как сказано, освещение храма Давиду. Амедра Шохартов нам говорит, что никаких проблем у самого Давида не было. Он хотел построить храм, не смог его построить по каким-то причинам сторонним. И храм всегда назывался храм Давида. Говорили храм Давида. Мы в той же книге Малахим, в Али, в первой книге Малахим, встречаем это выражение храм Давида, несмотря на то, что его построил Шламо. То есть нет никаких проблем у самого Давида. И мы видим с вами, как подчеркивает тот же самый Мендраж, что 30-й Псалом, он начинается такими словами. Псалом – песнь Давида при освещении дома, при освещении храма. Храм еще не построен, но Давид пишет Псалом, который будет произнесен при освещении храма. И он как бы и ощущает себя в этот момент освещения храма. Он видит будущее и ощущает себя в день освещения храма. И никто, никто не отталкивает его и не говорит, что ты не смог построить храм, тебе ли сказать песнь на день освещения храма. И этого нет. То есть, вот. Один секунду. Один секунду. И тогда мы можем вернуться к тому, что нам объясняет морал, что поколение Давида не было готово. Я вот приготовил тут еще интересные Мендражкин, совершенно нам необходимые, но я почему-то не вижу их. Секунду. Почему-то они у меня не поднялись. Я их ищу. Раз, поднимаю. Все, чтобы не задерживать вас. Я его просто прочитаю. Я его выписал, перевел. Достоин был Давид построить храм, но пришел на там пророк. К нам рассказывает так Шохартов, тот же Мендраж в другом месте. Говорится, что Давид был достоин построить храм, но пришел на там пророк и сказал, ибо много крови пролил ты на землю передо мной. Когда услышал это, Давид испугался. Стал я недостоин построить храм, сказал ему Всевышний, в самом деле, вся кровь, которую ты пролил, вот она предо мной, как кровь лани и горных баранов. То есть слово «предо мной», оно указывает на то, что нет отвращения у Всевышнего, нет у Всевышнего неприятия того, что делал Давид. Его воины все были необходимыми. Все его воины представляли собой заповедь. Сказал Давид, если так, то почему же не могу я построить его? И получил ответ. Если ты построишь его, он будет стоять вечно, сказал Давид. Так вот это и хорошо, ответил Всевышний. Знаю я, что сыновья Израиля согрешат. Тогда выбросу я свой гнев на храм и разрушу его, и сыновья Израиля спасутся. То есть это какой-то шифр, как мы с вами понимаем, намеки, которые необходимо разгадать, как-то раскрыть. Иначе это получается какая-то даже не шахматная игра, а просто бессмысленная перестановка фигур. Ты так, а не так. Но тогда я так. А если ты построишь, то я не смогу разрушить и так далее. Шахматы. Дело в том, что, как мы с вами говорили и уже неоднократно видели, что глобальные вещи, проблемы, особенно те, которые связаны с божественным присутствием, с осущением божественного присутствия, метраж их не раскрывает, а только дает на это какой-то намек. Распутаешь, поймешь, угадаешь хорошо. Ну нет, пусть будет у тебя так на будущее этот текст. То есть, что этот текст говорит? Конечно, хорошо бы был, если бы храм был вечным. Но если бы храм был вечным, как бы, если так можно сказать, со всех сторон вечным и сам по себе, и так, как его воспринимает народ, может воспринять его силу, этого храма, то он стоит вечно. Это замечательно. Но ты сделаешь вечный храм, то есть ты поднимешь его на такую высоту, на такую духовную высоту, божественное присутствие, которое он притянет, будет настолько сильным, что народ не сможет воспринять его. Народ не сможет воспринять этот храм. Что мне придется сказать, говорит Всевышний? Храм идеальный, народ никуда не годится. То есть это добавит еще вины народу. Добавит народу вины. Любое, как бы, несоответствие высокой духовности того, что дает Всевышний, и народ не может воспринять, превращается в вину, не способный воспринять. Храм такой, что если бы приняли его силу, то не осталось бы, в общем-то, места для греха, потому что ощущение божественного присутствия было таким, как Адам в первый день до греха в саду, может быть, еще более сильный, не осталось бы места греха. Пустить, впустить такое божественное присутствие в мир, воспринять его. Оказывается, не так-то просто. Сыновья не могут это сделать. Сыновья Израиля не могут это сделать. Поэтому Всевышний говорит, давай отложим это на какое-то время, тогда на длительную историю, тогда, когда сыновья Израиля станут способны воспринять храм, который распространит, есть, так можно сказать, в земле Израиля, на всех сыновья Израиля такое божественное присутствие, когда уже не останется, в общем-то, места для греха. Ошибки, что-то, да, но грехов, как таковых, отрицания Всевышнего, преступления какие-то, этому не останется места, потому что божественное присутствие будет такой силой, что фактически мир будет исправлен, из него уйдет дурное желание, и в конечном итоге и уйдет и смерть. Такой храм мог или близко к такому храму мог построить Давид, но сыновья Израиля не были в состоянии это воспринять. Поэтому храм строит Ишламо, который при всей его силе духовной оказывается все-таки слабее Давида, подходит к делу несколько по-другому, строит другой храм. Он тоже, может быть, мог построить вечный храм, несколько другой, чем Давид, мог построить вечный храм, и опять произошла неудача, но об этом разговор в книге Малахим в Малахим Али. Сказал дальше продолжение как бы этой темы «Вдворим раба». Здесь мы видим, сказал Давид сам себе, из-за того, что сказал мне Всевышний ты ли построишь мне дом, из-за того, что мне было запрещено строить храм, буду я сидеть и бездействовать. Что же он сделал? Поторопился и приготовил все основания храма. Приготовить основание храма было не так-то просто, это огромная работа. Давид понял запрет Натана так, и, видимо, Натан ему пояснил, действительно, что ему, Давиду, нельзя возводить стены, а все, что необходимо, расчистить площадку, положить фундамент и храма, и его дворов, все это он может сделать. То есть все подговорительные работы он может сделать. Сейчас еще раз мы с вами поднимем картинку, может быть, вы ее видите, а я ее не вижу сейчас, в данный момент. Секунду. Секунду. мы видим с вами окно, текст видим, картинку мы видим на экране. отлично. Вот здесь та же картина. Видно. Что сделать? Все отлично, все нормально, все видно. Здесь мы видим ту же, из того же института храма, картину художника Смехова, который изображает работу Давида. Перед нами не царь Шлам, он перед нами Давид, который закладывает основание храма. Он знает от пророка Шмуэля, каким должен быть храм. Кто стоит перед ним, трудно мне сказать. один из его мудрецов, пророк, может быть, Натан пророк стоит перед ним. И вот царь Давид занят работами по приготовлению Иссудоты, основания храма, для того, чтобы его сын царь Шламо, который еще не родился, он о нем не знает, как мы с вами представляем, он мог бы начать работы. Здесь я могу остановиться на секунду и если есть какие-то вопросы, можно, пожалуйста, задать. Если их нет, то можем двигаться дальше. Пожалуйста, если есть какие-то вопросы, мы с вами видим друг друга, я надеюсь. можно, да? Да, пожалуйста. Ну, я как не знаю, или вопрос, или как дополнение, или просто размышление. Значит, храм Давида называется, может быть, только, ну, потому что тот, кто фундамент ложит, так и называется, там это самое трудоемкое и самое тяжелое, если он основал и основу положил, поэтому оно так называется, его храм. Наверное, но не только, не только. Его стремление, его понимание, то, что храм это не просто здание, что для того, чтобы построить храм, нужно и возвысить духовно весь народ. И Тегелим, псалмы, которые он написал для этого, а самое главное, такое неприходящее, сильнейшее желание, чтобы божественное присутствие распространилось в мире через храм, это все Давида. Значит, и физическое, значит, чтобы все ровно выложить и все сделать основу стабильную и физически и духовную основу стабильную, две основы назначить. Надо полагать, что да, именно поэтому и у вас очень хорошо получилось параллельно основа физическое и основа духовная и то и другое в заложенном мире. Спасибо. Окей. Тогда мы с вами, если нет вопросов, мы с вами делаем следующий шаг и возвращаемся к нашей теме. мы берем продолжение седьмой главы. Я просто секунду, я вижу, что часть просто из того, что я приготовил, она у меня почему-то не отразилась здесь и мне придется мы справимся. Мы с вами справимся, но мне, к сожалению, придется потратить несколько ваших минут для того, чтобы перекрыть из кедра, потому что крышу не умели класть, каменную, тем более ровную каменную крышу не умели класть, все перекрытия всегда делались из больших кедровых балок. Это называлось дом из кедра. И Всевышний как бы ласково намекает Давиду, что не пришло еще время построить дом. Продолжается эпоха Мишкана, эпоха переносного храма. Пусть в Шелом мы знаем были построены стены и каменные, через каменные стены был перекинут полок, как тот же полок, который был в пустыне, но тем не менее это шатер. И то, что происходит как бы заповедь, она отражает, как мы с вами представляем, состояние духовного мира, если так можно сказать, или готовные сыновей Израиля подняться на тот или иной уровень в духовном мире. Шатер, он говорит о том, что в шатере пребывают непостоянно, это непостоянное жилище, будет жилище другое, к нему не относятся, как к постоянному жилищу. Шатер можно перенести с места на место, у него нет постоянного места. Дом это нечто постоянное, то, что уже в чем как бы пребывает постоянно. Теперь попробуем сказать с вами так. Вот представим себе, что в книге Шмот много раз говорится о том, что Мишкан сам в себе он модель человека. Вот здесь как бы здесь те уровни, которые воспринимают свет божественный, здесь уровень мозга, здесь уровень души, здесь уровень приближенный к материальному, материальный уровень также должен быть возвышен. Все это отражено Мишкане. даже мы скажем с вами, что вспомним, что в Шмот говорится, когда Маше говорится ты построи мне Мишкан, говорится, как я показываю тебе, переводят на русский, и правильно, наверное, переводят, а на иврите, как я показываю тебя. То есть Мишкан это твое отражение. отразить можно по-разному, изобразить можно по-разному Мишкан, но как некоторое здание он отражает тело, в котором пребывает душа. И также здесь обстоит дело. Мы можем представить божественное присутствие, соединяется с сыновьями Израиля, но еще нет прочного соединения. Это соединение временное. Оно то разрывается, то оно сильнее, то оно слабее, то оно разрывается, то оно восстанавливается снова. Это образ шатра и период шатра. Божественное присутствие то есть, то нету, то сильнее, то слабее. Образ дома, как мы представляем себе, все, как бы человек вошел в дом, он там живет. Он живет в доме, это его постоянное жилище. если он отлучается из дома, то не отлучается надолго, он как бы присутствует в этом доме постоянно, так же и храм. Храм указывает на то, что народ перешел к новому уровню отношений со Всевышним, связи со Всевышним, когда эта связь становится неразрывной, совершенно неразрывной, и связь Всевышнего с душой человека, она также неразрывна, как в доме человек пребывает постоянно, так и связь с душой человека становится неразрывной. храм должен быть построен на одном определенном месте, это то место, где, как мы можем представить себе, началось творение мира, буквально, не буквально, но мы образно, по крайней мере, такой образ постоянно состоит в мидра, что это как бы та первая точка, где начался первый большой взрыв, оттуда все происходит, и с этой точкой все связано, есть камень, камень Эвенштия, который находится в святая святых, и это центральная точка мира, но какая центральная точка мира, там началось творение, эта точка как бы лежит, которая лежит на кране духовного и материального мира, и через нее происходит соединение духовного и материального. Это место, оно, естественно, должно быть местом храма, местом божественного присутствия, то есть духовности, которая входит в мир там, где соединяется духовное и материальное. Можем представить, как соединяется духовно и материальное, что стоит за этими словами, а можно сказать просто соединяется. Есть ощущение божественного присутствия у человека, это дает храм, есть пророчество, есть прямой диалог, который усиливается и становится постоянным, когда стоит храм, как ковчег завета говорят, когда он встал в храме, он в храме встал нигде, он как бы не занимал пространства. То, что стоит нигде, то стоит везде. То, что духовная сущность, у которой нету места, которая не подлежит или не подпадает под ограничение места, она повсюду, она влияет повсюду. То же самое произошло с корчегом завета, когда Шламов поставил его в святая святых, его влияние стало постоянным повсюду на каждую душу сыновей Израиля и через них на весь мир. Также соединение духовно-материального это благословение, то есть когда сама материя она дает больше, чем она дает обычно, она дает богатый урожай, она защищает, как бы человек оказывается защищенным, это вот и есть слияние духовно-материального, как бы постоянное чудо как пророчество, как благословение, которое не обязательно должно быть всегда открыто и видно для глаза, но оно есть, оно присутствует, как бы в духовный мир входит материальный и рамки материального мира расширяются, у человека больше возможностей видеть, слышать, чем это обычно, у материи больше возможностей дать благо для человека, тот же самый урожай, вот, это молитва в храме воспринимается, как бы Всевышний, если так можно сказать, ее лучше слышит, когда стоит храм, и народ оказывается засеченным от врагов. Это есть, как бы, выражение вот этого образа соединения материального и материального духовного. храма, вот, и Всевышний, если так можно сказать, чтобы никак никого не обидеть, он так со всех сторон подходит к этому делу и постепенно подводит Давида к мысли, что не пришло во время построить храм из-за того, что народ не готов воспринять вот это соединение духовного и материального с такой силой, который должен раскрыть храм. Вот я пребывал до сих пор в шатре. Хорошо, вот такой период шатра, когда божественное присутствие то есть, то нет, то оно сильнее, то оно слабее, одни воспринимают, другие не воспринимают. Вот это такой период. Где бы я не ходил со своими сыновьями израиля, сказал я слово одному из глав калин Израиля, которым приказал пасти народ в Израиль, говоря, почему не построили мне дом из Кетра? Мне до сих пор не пришло времени. Это все было велено, было передано через Натана. А теперь так скажи слуге моему Давиду, поручается пророку Натану, говорится пророку Натану, так сказал Бог к воинству, я взял тебя с лугов и забрал от скота быть руководителем народа моего Израиля. То, что мы говорили с вами, сейчас Всевышний заключает союз с Давидом, который ничем не провинился, ничем не виноват, наоборот, он достиг огромной духовной высоты, величайшей ступени духовной высоты, и Всевышний заключает с ним, отдельно заключает с ним союз. можно сказать, что как бы здесь образно говоря, как мера за меру. Давид хотел построить дом Богу и был способен построить его, и как бы мысленно уже построил его, и Всевышний строит дом Давиду. Давид хотел сделать пребывание всевышнего распытия божественного присутствия на земле сильным и постоянным. Всевышний опять же, как бы как мера за меру делает дом Давида непрерывным, постоянным, его династию непрерывной, постоянной на все века. Что бы там ни произошло, как бы там ни была, царь, постоянный царь в Израиле, он будет только из дома Давида. И буду с тобой везде, куда бы ты ни пошел, и истребил всех врагов твоих перед тобой, и сделаю тебе имя великое, как имя великих, которые в земле этой, как имя праотцов. То есть сам Всевышний сравнивает Давида с сам Давида с праотцами. Прежде всего, его любовь ко Всевышнему, прежде всего, его стремление ко Всевышнему, это сравнивается с тем, каково оно было у праотцов. и восстановлю место народу моему Израилю, и насажу его, и будет он пребывать на месте своем, и не будет больше тревожиться, и не будут больше злодеи притеснять его, как прежде. А ведь с того дня, как я поставил судей над народом моим, Израилем, притесняли его, и дам я тебе покой от всех врагов твоих, и возвестил тебе уже Бог, что Бог построил тебе дом. Всевышний, если Всевышний сказал, то это уже сделано, это уже существует твой дом навечно. Когда завершатся дни твои, и ты ляжешь с отцами своими, я поставлю потомка твоего после тебя, который выйдет из недр твоих, и положу основание царству его. Он построит дом имени моему. Пройдет время, сыновья Израиля возвысится, и твой потомок построит дом, который как раз будет для них. Я укручу престол царства его навеки. Но милости моей не лишу его, как решил я шауна. То есть Всевышний обещает сделать династию постоянной, давида не зависит ни от его. Вот. 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 И как услышал все слова эти, и как воспринял все это праводчество, так говорил Натан до беду. И этого было еще мало в глазах. Вот. сильный ты говорила дальше. Здесь дальше просто мне очень трудно сосредоточиться. О, замечательно. Вот. Ушел звук фоновый. Так говорил Натан Давиду. И дальше слова благодарности Давида Всевышнему. Вот. Слова благодарности Всевышнему. Давид читает себя недостойным той милости, которую уделил ему Всевышний и благодарит его за все. А теперь Бог все сильные слова, которые ты сказал в обе твоем, о доме его, утверди навеки и сделай, как ты говорил. Даже если есть обещание, прородическое обещание, все равно нужна молитва, все равно нужна просьба. И Давид обращается ко Всевышнему со словами «Сделай так, как ты говорил». Вот. А теперь пожалея благословить дом раба твоего, чтобы был он при тобой навеки, ибо ты, Бог всесильный, сказал, и о благословении твоих благословится дом раба твоего навеки. То есть мы видим сильнейшее благословение, понимание Давидом, что это за благословение, какой силы это благословение, готовность воспринять его. И опять же, как бы, сам текст не позволяет нам сказать, что есть какая-то вина Давида в том, что ему не было бы построить храм. Сейчас мы можем с вами сделать скачок к восьмой главе, но тем не менее все-таки я остановлюсь и, пожалуйста, если хочешь что-то спросить, я готов пытаться ответить. Я надеюсь, что, скажем, сложный и несколько такой сжатый разговор о храме он был более-менее понятен. То есть идея храма того, что люди должны проявить желание, чтобы Всевышний был близок к миру, чтобы духовный мир и материальный соединялись. А что это значит, мы с вами попытались представить себе. Если можно вопрос по поводу кошерности золота. Еще раз кошерности золота. Да, как бы так сказать, что золото не было признано не по назначению, оно не годится для храма. Это не просто материал, а именно кошерность материал должен быть. Я не совсем понял вопрос. То есть не каждое золото годится в сокровищницу и строительство храма. То есть материал он не просто материал, а должен быть кошерный материал. и если говорить о той о той агаде, о которой мы с вами говорим, то есть галаха, да, есть галаха, а есть желаемое, допустимое, но может быть не допустимое, но как бы лишь допустимое, но нежелаемое. И Давид сначала он собирал из всех храмов, которые во всех местах, которых он завоевал. Мы сейчас будем говорить о войнах Давида. Он вел войны и с Арамом, и с Омоном, и с Моабом, и вел войны с филистинлянами. И прямо в тексте мы увидим, что он брал сокровища из храмов, приносил Мирушалаем, и большую часть этих сокровищ он посвящал в храм. Все это нормально. Есть запрет пользоваться самим идолом, самим идолом, и пользоваться тем, что теми животными, тем, что посвящено жертву идолу. То, что украшения храма, может быть, золото на стенах, какие-то предметы, которые не используются специально для идолопоклонства, для принесения жертв, все это могло быть использовано, все это, выражаясь вашими словами, это кошерно. Но Давид, он мыслал не только категории кошерной, не кошерной, он представил себе, что если в будущем будет разрушен храм, то, наверное, если бы храм не был разрушен, так все и кошерно, и хорошо, и желаемо, но если храм будет разрушен в будущем, не дай Бог, чтобы и домоклонники сказали, что это те идолы, которые были ограблены, они теперь привели к тому, что они дали силы своим народам, чтобы они пошли и отомстили и разрушили храм, и вот теперь храм разрушен из-за того, что Давид в свое время ограбил храма идолам. Есть кошерная, замечательная, прекрасная, но есть мысль, есть мысль пророка, который смотрит в будущее, и он может представить себе, что что-то из того, что он делает или собирался сделать, является нежелаемым, нежелаемым приведет к оскорблению Всевышнего. И это мы с вами видим, что это только в том случае, если храм будет разрушен. К сожалению, Давид говорит, что он да, будет разрушен. Радзеев, можно еще вопрос? Да, пожалуйста. И забегая чуть-чуть вперед, строение пропорции храма Давида, Шламо и храма Гордуса, они различаются или подобны, или одинаковы? Я действительно забегаю вперед, но раз возник вопрос, я попробую ответить. Храм Шламо был построен в Шламо, и по тому плану, который был разработан Шмуэлем и Давидом, как пророк Шламо внес туда какие-то элементы свои, в основном в отделку, Шламо был пророком, например, Давид приготовил серебро, мы видим, что при отделке храма серебро не использовалось, на это есть своя причина, как бы можно обсудить это, скажем, золото, это выражение меры суда, серебро, мера милости и так далее, о всем этом можно говорить, но если говорить глобально, то царь Шламо построил храм, который ему был передан, план, который был передан ему через Давида, который вместе со Шмуэлем пророком уточнил все детали будущего храма и Шмуэлю был передан пророчество, он записал это в свиток и этот свиток пророчество с описанием храма он передал Давиду. Теперь второй храм, когда вернулись из Бавеля, его построили, сначала построили очень скромное здание, потом в какой-то момент оно перестраивалось, но из чего исходили? Исходили из того пророчества о храме, которое было дано в Вавилоне Ехискеэлю. Полностью построить храм описанным Ехискеэлем было невозможно, а может быть и не нужно. В то время были пророки Монте и второй храм представлял собой некоторую комбинацию первого и третьего храма. Его размеры, его устройство это была комбинация первого и третьего первого и третьего храма. Когда перестраивал когда перестраивал Гордус храм, он практически в самом храме ничего не изменил. Основные он сделал красивым, сделал прочные красивые здания. Основные работы изменения Гордуса они были на храмовой горе, которая сама по себе, как таковая она не имеет отношения к храму. Он расширил храмовую гору и сделал на храмовой горе дополнительные постройки. Сам храм он не менял и не мог его менять. Он построил его по тому плану, который построили пророки и мудрецы, которые дали пророки и мудрецы при возвращении из Завилона, учитывая и первый и третий храм. Вот это то, что можно сказать по этому поводу. Значит, можно сказать, что первый, второй и третий храмы они подобны чем-то? Ну, они подобны, в основном они подобны. Если мы с Божьей помощью дойдем на пророка Ихискеля, мы увидим, что, да, все похоже, размеры просто больше, некоторые размеры больше, намного, вот, и, скажем, структура дворов, она несколько другая, но, в принципе, храмы похожи, вы правы, да, первый, и первый, и второй, и третий они похожи, да, просто у третьего храма грандиозные размеры, более грандиозные размеры, и часть из них была воплощена во втором храме. Спасибо. Можем сделать еще с вами несколько шагов, посмотреть, заглянуть в восьмую главу, давайте попробуем. Сейчас я попробую ее открыть. главу восьмую мы видим с вами, да? Восьмая глава, текст видим у нас на экране? Да, да, все видно. Восьмая глава рассказывает о войнах Давида. Как мы помним, Давиду было дано обещание, и я буду с тобой везде, куда бы ни пошел ты, и истреблю всех врагов твоих перед тобой, и сделаю тебе имя великое, как имя великое, которое в земле этой. Только что мы с вами об этом прочитали, и Давид, опираясь на это обещание Всевышнего, начал войны со всеми врагами, которые окружали сыновей Израиля. Практически ни одну из войн Давид, как бы он не был ее инициатором, может быть, только война с филистимлянами, но в древнем мире мир не находился в покое, и не нужно было искать долго предлога для того, чтобы начать оборонительную войну против соседей, и это то, что делал Давид, без страха выходил на любую войну, для того, чтобы расширить и расширял свои владения. Мы знаем, что территории, которые завоеваны в ходе войны, оборонительной войны, их не не нужно возвращать врагу. Это по закону Торы. И было после этого, то есть после того обещания, которое Давид получил и выразил Давид Плештим. Вот война с филистимлянами, да, она была инициирована Давидом непосредственно, потому что филистимляне до сих пор они находились внутри страны, они не оставили мечту покорить Иуду, покорить царство Давида, и они были врагом, который постоянно оказывал давление и постоянно копил силы для того, чтобы нанести удар по царству Давида. Поэтому война с филистимлянами она была инициирована самим Давидом. И выразил Моав и отмерил их веревкой, положив их на землю и отмерил две веревки, чтобы убить и полную веревку, чтобы оставить живых. И был Моав Давиду рабами, приносящими дары. Война с Моавом, война с Моавом, она была войной, мне трудно сказать, войной мести, условно говоря. Мы помним, что царь Моава, он расправился со всей семьей Давида. Давид, ожидая на понимание, ожидая на содействие царя Моава, который фактически был его родственником, он оставил свою семью в распоряжении Моава. Тот убил всех, кроме одного из братьев, которому удалось сбежать в ОМОН. Царь Моава убил всех. Давид этим объясняется вот такой, скажем, такая жестокая с Давида, когда его пренебрежение к Моаву, унижение Моава, когда он взял пленных, положил на землю и веревкой отмерил, кто будет жить, а кто умрет. И, скажем, одна веревка в живых, другая веревка умертвит. И можно представить себе страдания самого Давида, когда он узнал о гибели отца и матери, братьев своих. Совершенно без причины Шауль не обращался даже к Моаву с просьбой выдать семью, выдать семью Давида. Представляем, что происходит в годы преследования Давида, но он даже не обращался с этой просьбой. Просто как бы из потому, что Моав обладает таким характером народа низкого, народа предателя, он казнил семью Давида и Давид в результате в конце концов собравший силу и начал войну с Моавом. И выразил Давид Гадедеезера, сына Рехова, царя Цобы, когда он пошел вернуть свои земли, которые у реки Прат. Мы говорим про Парам. Я вот думаю, поднять ли нам карту. Сейчас я посмотрю, если я смогу это быстро сделать, мы поднимем с вами карту. Так, хорошо, попробуем. карту видео мы с вами на экране. Да. Да. Здесь карты, которые представляют те войны, которые вел Давид и о которых говорится в восьмой главе. мы сейчас вернемся к ним, посмотрим основу, то, что здесь есть. Вот война с Маабом. Мааб здесь расположен. И Мааб становится данником Давида. Омон остается в стороне. Давид давид никоим образом не начинает с ним конфликт по той причине, что царь Амона спас его брата. Брат Давида жил долгое время при дворе царя Амона и даже смог повлиять на него. И это имеет значение для дальнейшей истории. Но мы видим, что Давид обходит Омон. то есть если территории колен, которые находятся за Иорданом, они расширяются и упрочиваются, то Омон остается в стороне. Теперь война с Арам-Цоба, которая говорится о том, что он дошел до дошел до брата, но там он не там он не остановился и он решил отобрать у Давида земли, которые он читал, что они ему принадлежат исконно. В результате войны в результате войны с Арам-Цоба, как мы видим с вами, Арам-Цоба обращается в бегство и Дамесек, сам Дамесек, Арам-Дамесек попадает под власть Давида и Давид устанавливает посты в Арам-Дамесеке, то есть небольшие крепости, которые должны держать под контролем всю страну, естественно, что они не могут устоять против натиска войска целой страны, но как бы их и эти посты их никто не атакует, потому что не хотят вступать в конфликт с сильным царством, установившим эти посты. Вот мы здесь видим, что Давид владеет Арам-Дамесекем. Области Гешу и Мааха также переходят в если не под власть Давида, то под его контроль, то остаются, скажем, совершенно незатронутыми это Цидон, сильнейшее царство, которое по идее также входит в состав земли Израиля, но остается Давид не начинает с Цидоном войны, и Цидон так и остается вне царства Давида. Теперь ведется война и с Идомом, также которая начинается из-за того, что Идом пытается вступить в войну с Давидом, и сражение на юге Мертвого моря также приводит к тому, что Идом оказывается разбитым, и поход Давида против Идома покоряет эту страну, и опять же посты свои Давид выставляет в Идоме посты, которые должны контролировать эту страну. Вот мы можем так представить себе события, которые на самом деле не очень четко, беспорядочно описаны и в восьмой главе, и дальше. Мы постараемся еще уточнить, здесь многие детали, но мы можем представить себе, что когда Давида не было конок построить храм, он обращает все свои силы на войны, он не только разбивает врага, он преследует его, он оставляет за собой территории, которые где он как бы куда продвинулись его войска. Давайте еще немножко просто ну давайте мы с вами тогда остановимся, еще раз можно спросить, если есть вопросы, то пожалуйста, свой лимит времени практически по поводу ОМОНа, почему он не стал ОМОН брать? Давид Давид не начинал Давид не начинал войну сам, с исключением является не с теми, кто ему не угрожал, исключением являются Плештин и Мааб, Плештин это враги, которые не дремлют, которых если не разбить и не захватить, то они разобьют и захватят тебя, а Мааб это причина, по которой мы сказали, что царь Мааба убил всю семью Давида, все остальные войны, все остальные войны, они возникали из-за тех или иных конфликтов, Арам, который пытался потеснить Давида на севере и Дом, который пытался потеснить Давида на юге, все эти войны Давид не начинал, сам не был их инициатором, другое дело, как мы сказали, он не возвращал территории, потом он останавливал там свою власть, но начинать войны он сам не начинал, с ОМОНом не было войны, с ОМОНом были нормальные отношения, не было конфликтных отношений, Давид был благодарен ОМОНу, царю ОМОНа, за то, что он спас его брата, единственного из семьи, кто спасся, и поэтому с ОМОНом не было никакой войны. Равзиев, скажите, пожалуйста, почему Давид не до конца Плештим разбил, почему он не считал, что это постоянная угроза и они оставались еще долгое время? Есть какое-то время? На Давида Плештим не представляли никакой угрозы, не было обязанности знать Плештим, потому что они принадлежали семьи народов, которые есть обязанность изгнать из земли Израиля. Давид установил твердую власть над Плештим плянами и собирал с них дань. Другая причина, почему он не прогнал из них, знал Плештим, может быть, это не основная причина, но у него были отношения с царем Ахишем. Царь Ахиш в конце концов принятил его, защищал против своих подданных, и Ахиш он был готов установить союз, дружеские отношения с Давидом, и Давид сделал то, что положено по закону, он захватил филистимлян и наложил на них дань, включая и царя Ахиша. Если бы царство не распалось, также филистимлян держал жесткой рукой царь Шламой, не было никаких проблем с ними. Если бы царство не распалось на два царства, то филистимляне так бы и оставались под жесткой рукой царей Израиля. Распадение царства привело к тому, что все как бы, как сегодня бы сказали бассальные государства, все они начали отпадать и наносить удары, иногда мстительные удары по Иуде и по царству Десяти коллег. Хорошо. Ладно, что-то еще наболело тогда мы с вами подведем черту. Большое спасибо за внимание. Спасибо, Равзеев. Просьба обдумать тему храма самим как-то. Если какие-то возникнут вопросы, постараемся обсудить. И хорошей недели, и всего самого хорошего, и самого доброго. Жду следующих занятий, надеюсь, что все присоединятся, потому что мы не собираемся с вами сдаваться. И этот материал, который плохо проработан, мы его постараемся проработать вместе. Всего всего самого доброго. Всего хорошего, Равзеев. Спасибо большое. Окей. Всем спасибо, Равзеев. Огромное спасибо. До свидания. Пока. Да, хотел сказать, мы постараемся восстановить наши занятия, которые были по программе Израиль человечества в рамке, может быть, раз в две недели. Если у нас это получится завтра, мы предполагаем сделать наше занятие. Я, соответственно, разошлю сообщение всем, кто в последние разы. Окей. Всем счастливо. Пока. Спасибо.